19 сентября 1991 года двое немецких туристов сделали в Тирольских Альпах находку, которая навсегда изменила их жизнь и жизни многих других людей. Гельмут и Эрика Симон спускались с ледника в долине Эдсталь. В Проталине они вдруг обнаружили вмершее в лед тело. Супруги решили, что это альпинист, пропавший здесь несколько лет назад, и вызвали полицию. Криминалист, осмотрев останки, предположил, что они гораздо старше. Вскоре это подтвердили судмедэксперты. Углеродный анализ помог установить возраст альпийской мумии. Мир ждала сенсация. Найдены самые древние останки на территории Европы. Тело пролежало во льдах более пяти тысяч лет. Найденную мумию назвали Эци. Супруги Симон не предполагали, какими трагическими событиями обернется это открытие. Через два дня после освобождения из ледяного плена Эци начал забирать жизни людей, которые пытались открыть его тайну. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Тот, кто нарушит запрет. Нельзя прикасаться к его гробницам. И проникнет в царство мертвых. Иосиф Исарионович получил вход в параллельный мир. Будет уничтожен. Очень многие не возвращаются. К сожалению, это научный факт. И древнее проклятие воплотится в жизнь. Судный день настанет. Как был заключен договор мира мертвецов с миром живых. Она себя отдала добровольно в жертву. Тайны мира. Царство мертвых. Мумию ледяного человека Эци обнаружили ровно 20 лет назад. За это время умерло 8 ученых, исследователей и журналистов. Все эти люди так или иначе хотели узнать правду. Кто он на самом деле, ледяной человек Эци? Найденную в 1991 году в леднике итальянских Альп мумию доставили в институт анатомии. Горы и мерзлота сохранили останки на долгие века. Мумия была найдена на высоте более тысячи метров. На скале, со всеми своими вещами в целости и сохранности. Затем мы поняли, что человек был законсервирован льдом и температурой 5000 лет назад. Медицинский эксперт Райнер Хен был первым, кому удалось исследовать останки. Радости ученых не было предела. Старейшие из человеческих останков, найденных на территории Европы, открывали огромные перспективы для исследований. По мумии можно было восстановить облик древних людей, воссоздать их быт. Не существует случаев, похожих на дело Эци. То, что находили обычно, это, как правило, скромные остатки костей и скелета, но не мумии целиком. Итальянским ученым удалось выяснить, что Эци часто приходилось передвигаться по горам. Они пришли к выводу, что ледяной человек умер не своей смертью. В его теле ученые обнаружили наконечник стрелы, ставший причиной его смерти. Причина смерти сегодня досконально изучена. Этот человек сражен стрелой. Она пронзила его спину. Это спровоцировало разрыв артерии и смерть от потери крови. Новость об альпийской мумии быстро разнеслась по Европе. У экспертов в Инсбруке не было отбоя от звонков и расспросов. Они решили созвать пресс-конференцию. А НАТО и открыло отчет смерти. Первым стал судмедэксперт Райнер Хенн. На 21 сентября 1991 года была назначена пресс-конференция, на которой Райнер должен был огласить результаты исследований. По дороге в Инсбрук он погиб в загадочной автокатастрофе. Следующим стал альпинист и проводник Курт Фритц. Именно он в свое время привел экспертов к месту находки и помогал ее достать. В 1993 году Фритц попал под лавину. Ученые, которые сейчас почти ежедневно видят ЭЦИ, не верят, что эти смерти могут быть связаны. Я думаю, что не существует никакого проклятия. Это нормально, что люди умирают. Ведь смерть является частью нашей жизни. Я не верю в эти проклятия. Примерно так же говорил археолог Конрад Шпинглер в 2005 году, называя взаимосвязь выдумками прессы. Вы хотите сказать, что следующий в списке я? Спросил Шпинглер на пресс-конференции. Эти слова оказались пророческими для ученого. Он умер через несколько дней. А скоро скончался и его коллега Том Лой. Они вместе начинали изучать загадочное захоронение. Трагические смерти ученых начались на третий день после того, как нашли мумию. Как будто вместе с ЭЦИ изо льда освободилось некое древнее заклятие. Они нарушили закон, и сразу же включается механизм деструктурирования. Нельзя этих людей без разрешения их беспокоить. Так кого же нашли немецкие альпинисты в долине Эдсталь в Южном Тироле в 1991 году? Обнаруженные при нем вещи – амулет, лук со стрелами, каменный нож, медный топор, а также одежда указывали на то, что при жизни человек занимал довольно высокую социальную позицию. Исследование рук подтверждало эту версию. Тяжело сказать, кем был ЭЦИ. Мы знаем только то, что руками он не работал. Он имел довольно деликатные руки. Возможно, он был важным человеком, возможно, вождем. Но сейчас тяжело предположить, чем именно он занимался. Ответ на этот вопрос могут дать татуировки ледяного человека. Их объединяет какая-то система, разгадать которую пока не удается никому. На теле ЭЦИ было обнаружено 57 различных таинственных татуировок. Они напоминают иероглифы, но значения ученые не могут разгадать до сих пор. Какую тайну они хранят? Рисунки ЭЦИ напоминают гексограммы из древнекитайской книги перемен. Татуировки очень похожи друг на друга. Они представляют из себя группы линий и крестов. Очень интересен факт, что эти татуировки находятся на тех частях тела, которые обычно покрыты одеждой. Они вполне могли быть оберегами. Через отверстие энергетическое, если мы говорим по китайской традиции, входит энергия. Если стоит символический знак, то он структурирует энергию определенным образом. По всем признакам, ЭЦИ можно смело отнести к определенной кости людей, которая выделялась даже 5000 лет назад. Жрецы. Он в высшей кости относился и выражал это в татуировках, потому что другим нельзя было носить это раз. Второе, значит, ему это просто жизненно было необходимо, потому что он работал с тонкими мирами, и это ему как форма защиты нужна была. Но татуировки – это не все. Главный вопрос перед исследователями поставили предметы, которые были найдены вместе с мумией. Стрелы и нож, согласно экспертизе, относятся к периоду палеолита, то есть к десятому тысячелетию до нашей эры, а топор – к медному веку, который закончился всего 5000 лет назад. Получается разница в возрасте этих предметов несколько тысяч лет. Остается лишь предположить, что доисторический жрец мог перемещаться во времени. Иначе как объяснить этот археологический парадокс? Ученые до сих пор ломают над этим голову. Мы знаем, что он был убит, но не знаем, кем он был убит и почему. Причина, которая заставила этого человека подняться высоко в горы, несмотря на климатические неудобства и физическую усталость, для нас до сих пор загадка. Возможную причину открыл австрийский этнограф Гансо Хайт. В районе долины Эдсталь он обнаружил доисторическое святилище. Это еще одно подтверждение того, что Эдзе был жрецом, шаманом или колдуном. Кому-то он мешал. Стрела вошла в спину. То есть за ним кто-то гнался или же подстерег его в горной засаде. И теперь Эдзе мстит за свою смерть людям, которые вырвали его в 1991 году из ледяной могилы. Далее в программе. Алтайские шаманы. Путешественники между мирами. Шаман имеет возможность общаться с духовным миром. Мир мертвых отпускает не всех. Очень многие не возвращаются. К сожалению, это научный факт. Разгадка тайны. Проклятие Тамерлана. Убивал людей. Он этим убийством создал эту самую империю. Я раскрою все тайны. Шаманы испокон веков существовали у разных народов. И везде шаман – человек, отличающийся сверхспособностями. Он может управлять силами природы и говорить с духами. Каждый народ отработал свою собственную технику, технику общения с потусторонним миром. И вот как вот самый специалист по этим техникам – это и есть шаман. На Алтае в силу шаманов верят до сих пор. Для местных жителей – древние предания – свод священных правил. Шаманизм в традиционных верованиях алтайцев основывается на культе предков. Их считают защитниками рода. Поэтому живые могут попросить у них помощи. Но только шаман обладает возможностью общаться с миром мертвых. Законы предков нельзя нарушать. Они передаются из уст в уста веками. Сила каждого конкретного члена связана с тем, этого общества, связана с тем, с той силой, которая была до него. То есть сила его предков. Шаманы – посредники между миром живых и миром мертвых. Они считают, что наша Вселенная состоит из трех миров – верхнего, среднего и нижнего. Совершая ритуал священного камлания, шаманы способны путешествовать по этим мирам и обращаться с различными просьбами к духам и защитникам рода. Верхний мир – это ульгин у нас. Нижний мир – это эрлик. Средний мир – это наш материальный, физический мир. Все три мира пронизаны единым древом, по которому может перемещаться только шаман. Это всегда очень опасно. Никто не знает, как туда попасть без шамана. Но никто не знает, как оттуда выйти. Зачастую и даже сам шаман с трудом оттуда выходит. Нижний мир – это аналог христианского ада. Тревожить его небезопасно даже шаманам. Что уж говорить об обычных людях. Очень многие не возвращаются. К сожалению, это научный факт. Люди могут обнаружить, что человек просто как беспричинная смерть. Статистика есть об этом. Если он там будет побежден духами, он там останется. Если человек неосторожно вторгается в царство мертвых, случается непоправимое. Так было, когда в Альпах изо льда достали Эци. И так было, когда на Алтае нашли принцессу Очибола. Июль 1993 года. Алтай, плато Укок, недалеко от границы с Китаем. Группа археологов, возглавляемая Натальей Полосьмак и Вячеславом Молодиным, проводит раскопки скифских курганов. И неожиданно под одним из захоронений они обнаруживают еще одно. Более древнее. В нижней погребальной колоде из лиственницы, скрепленной бронзовыми гвоздями, находилась полностью вмерзшая в лед мумия женщина. На руках ее были ритуальные татуировки грифонов, которые свидетельствуют о священном статусе погребенной. Позже ее назовут принцесса Укока. Сейчас руководитель экспедиции неохотно вспоминает тот день раскопок. Наталья Полосьмак уверена, сделать памятную находку помог случай. Счастливые ли она и ее коллеги потом не раз об этом спорили? Мы попали туда совершенно случайно во многом, потому что это была очень закрытая погранзона. И поэтому, благодаря, наверное, вот этим обстоятельствам, там сохранились очень хорошие, неразграбленные памятники вот этого скифского времени. Сюрпризы начались сразу. Ценную находку необходимо было уберечь от губительного воздействия окружающей среды. Поэтому ученые решили как можно скорее доставить мумию в Новосибирск. Пришлось срочно вызывать вертолет. В него аккуратно погрузили хрупкое содержимое саркофага и отправили в город. До Новосибирска оставалось всего 10 минут лета. Но неожиданно у машины резко отказал двигатель. Пилотам чудом удалось избежать катастрофы. Алтайские шаманы утверждают, это было только начало. Археологи нарушили древний договор. Позже жители этих мест рассказывали. Летом 93-го, вскоре после находки на плато Укок, животные стали вести себя беспокойно. То же самое наблюдали в сентябре 2003-го. И скоро алтайцы узнали, в чем причина. Очевидцы говорили, что задвигались горы. 27-го числа на республику обрушилась волна сильнейших землетрясений. Произошли многочисленные оползни и обвалы. Потрескались стены и крыши почти двух тысяч зданий. Реки вышли из берегов. Старожилы не сомневались в причинах катаклизма. На живых направлен гнев царства мертвых. Спылось пророчество предков. Нельзя трогать, что там энергия, черная энергия, черная сила и так далее. Вот это уже наука и таусть. Именно курган на благотворительной энергии. Кого же нашли археологи на плато Укок? Старинная алтайская легенда гласит. Две с половиной тысячи лет назад люди нарушили великий договор между царством мертвых и миром живых. По договору никто из людей не должен до назначенного часа пересекать границу Нижнего мира. Но человек захотел безграничного могущества. Ему нужно было повелевать духами Эрлика. И он открыл ход в царство мертвых. В мир живых хлынули темные силы, сметая все на своем пути. Но за людей вступился в великий воин, который принес себя в жертву. Прекрасная принцесса Очибалан. В предании сказано, ей удалось заключить новый договор между мирами. Война закончится. Мертвые больше не будут тревожить живых. На землю вернется покой. Она является хранителем. Она себя отдала добровольно в жертву. Об этом свидетельствуют повреждения на черепе мумии. Пробита затылочная кость. Это часть древнего обряда жертвоприношения. Этот способ называется шохшелап. Бывает. Когда жертвенные животные даются на определенные празднества, на определенные ритуальные действия, то у нас лошадь убивает именно таким образом. Изучив алтайскую мумию, ученые Новосибирского академгородка пришли к однозначному выводу. Этой женщине оказывали высокие почести. Об этом говорили многочисленные украшения и татуировки в виде грифонов, древних мифических существ с крыльями птицы и туловищем льва. По преданию, темные времена опустятся на землю в тот миг, когда люди ослушаются священных заветов своих предков и потревожат великого воина, принцессу Очибала. Нарушение покоя мертвого – это просто грех один из страшнейших грехов. В 1993 году новосибирские ученые вскрыли ее гробницу на плато Укок. Сильнейшее землетрясение 2003 года на Алтае, в результате которого с лица земли исчезли несколько городов, только начало великих бед. Об этом предупреждают шаманы. Во всем мире идет увеличение вот этих природных катаклизмов. Цунами происходит, происходит землетрясение, происходят очень мощные, скажем, процессы в атмосфере. Катализатором, скажем, вот этого явилась Очибала. Шаманы объясняют, почему только определенные могилы надо беречь от вторжения. По их представлениям, после смерти у обычных людей стирается память. Потому что в потустороннем мире нам не нужна эта память. Там нет материального тела, там нет материальных объектов. Но есть особые люди – шаманы. Когда их хоронят, проводят специальный ритуал сохранения памяти. Вот почему альпийский Эци помнит, как его убили в спину и хочет за это отомстить всему роду человеческому. И вот почему принцесса Очибала помнит свое предназначение и пытается предупредить людей. Мир мертвых, он точно равнозначен такой же, как мир живых. Это просто другое состояние. К нему нужно готовиться, с ним нужно уметь контактировать и с ним лучше дружить. Далее в программе. Они не пускают к себе чужих. Моментально налетел такой страшный ветер, что даже кони повернули назад. И если их потревожить, они будут мстить. Такие случаи у нас постоянно. Как большевики искали вход в царство мертвых. С 28-го года Иосиф Исарионович получил вход в параллельный мир. И как работали оккультные технологии в руках спецслужб. Немцы планировали использовать как оровшие. Я раскрою все тайны. Мир знает немало примеров, когда мертвые мстят людям, пытающимся вторгнуться в их царство. На свободу вырываются древние силы, охраняющие покой усопших. Это не раз замечали во время раскопок археологи. Очень часто случается ситуация, что когда ты начинаешь избирать могильные сооружения, то все в порядке. Как только ты выходишь на уровень погребения, то есть будь то яма или кострище от тропосажения, очень резко и быстро портится погода. Начинаются дожди. Мертвые охраняют свой мир от незваных гостей. Это известно каждому исследователю, кто хоть раз пытался вскрыть старое захоронение. Туда не каждому дано пройти. Вот мы с первого раза не смогли попасть. Моментально налетел такой страшный ветер, что даже кони повернули назад. Едва мы отошли на полчаса назад, все, ветер уйти. Защитой скрытых сил объясняли многие природные аномалии и катаклизмы. Так было, например, когда после перемещения мумии принцессы Очибала на Алтае начались сильные землетрясения. И местное население это восприняло именно как кару. Никогда там не было подобных землетрясений. Значит, существуют невидимые каналы, связывающие наш мир с царством мертвых. Сведения о них есть у каждого народа, в каждой религии. Так у египтян и у тибетцев есть свои книги мертвых. В них говорится не о загробной жизни, а о том, как вести себя здесь, на земле. И один из главных принципов – не беспокоить тех, кто ее уже покинул. Ну вот представьте бытовую аналогию, так сказать, без стука входит посторонний человек в ваш дом. Как вы это восприметите? Вот точно так же воспринимается и все это на тонком уровне. Все великие правители мечтали найти способ общения с миром мертвых. Они были убеждены, что предки обладают безграничной силой. А владевший ею будет вечно править в мире живых. В верованиях многих народов мир делится на Явь и Нафь. И человек может отыскать тоннель между ними. Явь – это мы, люди – это наши. Нафь – это мир духов, героев и богов. Они живут в параллельном нам мире. И якобы, по легендам, тот, кто находит вход в неявный мир, там, где живут духи, то он имеет право попросить помощи у духов и героев, ну и, соответственно, богов. Нашедший вход в параллельный мир должен был совершить определенный мистический обряд и церемонию подношения даров духам предков. Если духи принимали дар, то человек получал возможность просить их о чем угодно. Эта легенда дала старт невиданной в истории гонки за обладание тайными знаниями. Ее участниками стали Советский Союз и нацистская Германия, а потом и другие державы. Наш оккультный отдел этим занимался. Их отделы и Анна Нербе изначально, а потом и Рейхслейтер Розенберг. И я думаю, и после войны, и не только их, и англичане, и американцы, и французы, и испанцы этим занимались и постоянно занимаются. В 1925 году по личному приказу Дзержинского был создан специальный оккультный отдел ГПУ во главе с Глебом Бокием. Отдел занимался различными исследованиями, в том числе поиском контакта с миром мертвых. Под контролем ГПУ эти поиски вели и ученые в Соловецком лагере особого назначения. Они его нашли, вот так отметим, в 1928 году лагерь был закрыт. С 1928 года Иосиф Исарионович получил вход в параллельный мир. С 1928 года Сталин в политическом своем отношении пошел вперед семимильными шагами. Возможно, Сталин верил в древнее оккультное сказание о том, как получить помощь могущественных духов загробного мира. По преданию, для духов нужно построить мертвую дорогу, выстелить ее человеческими жизнями. Вождь народов решил воплотить легенду в жизнь. Строительство Беломоро-Балтийского канала – это было выстилание дороги от Соловков до Москвы смертями. И по этому пути из Нави через этот параллельный мир пришла к нему помощь, которая помогла ему победить во всем политически, физически, в войне, во всем. В гитлеровской Германии параллельным путем вело исследование Аненербе – наследие предков, спецотдел, созданный внутри СС. Его курировал лично глава СС Гиммлер. Задачей Аненербе был поиск древних корней арийской расы, а значит, и поиск каналов связи с предками. Именно они обладали мистической силой, необходимой руководству рейха. Они хотели найти вот те технологии, которые значительно превосходят наши нынешние знания древности, знания вот этих исторических артефактов, раскрытия тайн древних цивилизаций. Немцы планировали использовать как оружие против всех. Именно в поисках этого сверхоружия отряды Аненербе отправлялись в разные уголки земли, известные своими многовековыми тайнами. Послали экспедицию в Гималайи. Они начали заниматься изучением курганов, скифских курганов, северных курганов. Они начали изучать пирамиды. Армия Ромеля рвалась к египетским пирамидам просто по целеуказанию. В местах древних захоронений сосредоточены невидимые, но мощные энергетические потенциалы. А может быть, и двери в мир духов, которые смогут исполнить любое желание. Гитлер об этом прекрасно знал, потому что, повторяю, он был мистик. И он изучал, так сказать, ситуацию в трансовых состояниях. И он пытался овладеть вот этим оружием. Он пытался использовать вот эти сами системы, как бы конденсаторы земной энергии, для того, чтобы, так сказать, завоевать нынешний этот мир. Историки говорят, что оккультные исследования НКВД и СС шли параллельными путями. Как показывает история, в предвоенный период Гитлеру удалось добраться до источников почти неограниченной власти над миром. Они, по всей видимости, тоже дошли до того, что они открыли эту дорогу и тоже вызвали духов. И Гитлер, в общем-то, и побеждал, и побежал с этого момента. С этого момента вся Европа лежала у его ног. 1939 год мы и получаем черный орден СС, его расцвет 1939 год. Тот же период власть Сталина в России тоже стала безграничной. К началу 41-го года и СССР, и Германия, вероятно, получили достаточную энергетическую подпитку от тайных сил, чтобы заявить свои права на мировое господство. И в этот момент люди неосторожно воплотили древнее пророчество, что привело к самой страшной войне в человеческой истории. Смотрите далее. Священный договор живых и мертвых нарушен. Нельзя прикасаться к его гробницам, к его костям, поскольку это злой дух. Древнее проклятие сбудется. Вероятность апокалипсиса, она стала возможной. Разгадка тайны проклятия Тамерлана. И мир окажется под угрозой исчезновения. И главное, что выяснили ученые о мире мертвых. Не случайно христианская религия говорит, судный день настанет. Я раскрою все тайны. Узбекистан. Июнь 1941 года. В Самарканде работает научная экспедиция. Ею руководят зампредсов наркома Узбекской ССР Дашмухамед Дакар-Эниязов и антрополог Михаил Герасимов. Их цель – усыпальница великого эмира Тимура, известного всему миру как Тамерлан. Вести раскопки не нужно. Гробницы находятся в подвале мавзолея Гур-Эмир. Наверху украшенные надписями огромные вот эти вот камни надгромные. Они над пустотами стоят. А настоящее захоронение находится в глубине земли, почти в 10-метровой глубине. И, как известно, были забыты входы туда. Местные жители и мулы пытались остановить работы. Но археологи продолжали и вскоре добрались до гробницы. На тяжелой нефритовой плите, которая закрывала гробницу, была высечена печать. Текст с предостережением. Он гласил, каждый, кто нарушит мой покой, в этой жизни или в следующей будет подвергнут страданиям и погибнет. Ученые не восприняли надпись всерьез. Они не знали, что в это же самое время, далеко от Самарканда, бомбардировщики Люфтваффе уже наполняли боевые отсеки. Тимур умер в 1405 году в возрасте 68 лет. Его могилой стала усыпальница основанной им династии Тимуридов. Здесь же веками хоронили потомков великого Тамерлана. Погребен был в этом самом авзолее вместе с каким-то количеством своих родственников и, если правильно помню, ближайшиеся подвижники. Первыми вскрыли гробницы сыновей Тимура Мираншаха и Шахруха. 18 июня комиссия извлекла останки у Лукбека, внука Тамерлана. Наступило 20 июня. Исторический момент снимал кинооператор Малик Каюмов. С главной могилы сняли надгробную плиту. В тот же момент усыпальницу наполнил сладкий благухающий аромат. От соседней гробницы исходило странное свечение. Сомнений не осталось. Здесь покоятся останки великого железного Тимура. Назад пути не было. Вековая могила завоевателя Азии была вскрыта. Останки хорошо сохранились. Члены экспедиции ликовали. И уже и думать забыли о зловещих предупреждениях. Хотя только накануне они получили еще одно, зайдя в Чайхану. В Чайхане сидели три старца. Один из них подошел к исследователям и сказал, беспокоить Тамерлана нельзя. Иначе выйдет дух войны и уничтожит все живое. Старика тут же подняли насмех. Что это был, никто не знает. Свидетели говорят, что они появились неожиданно и неожиданно исчезли. Но после этого началась Великая Отечественная война. Потом никто не смог найти тех старцев. Хозяин Чайханы сказал, что видел их в первый и последний раз в тот день, 20 июня. Через два дня немецкие бомбы обрушились на советские города. Противоречивая личность Тимура еще при жизни обросла огромным количеством легенд. Даже в историю он вошел не под своим настоящим именем, а под кличкой, которую враги дали ему из-за хромоты. Хромой Тимур или в переводе Тамерлан. Исследование бедренной кости, извлеченной из гробницы, подтвердило, что ее обладатель хромал. Это был основатель империи Тимуридов. Эмир, великий полководец, завоевавший всю Азию и не ведавший пощады. Тимур был великий человек. Он обладал огромной властью и огромными силами. Когда он родился, все знали, что этого мальчика ждут великие дела. Он был как пророк. Хромого Тимура похоронили в тогдашней столице империи – Самарканде. Потом построили мавзолей, гур-эмир, могила эмира. В Узбекистане несколько веков существовало предсказание. Если прах безжалостного Тамерлана будет потревожен, начнется страшная война. Нельзя прикасаться к его гробницам, к его костям, поскольку это злой дух по существу. Как бы к этому и подтягиваешь. Это злой дух, это злой дух войны. Он же всю жизнь воевал, он же всю жизнь убивал людей, он этими убийствами создал эту самую империю. По одной из легенд, через три столетия после смерти Тамерлана в 1747 году иранский Надир Шах забрал нефритовый надгробный камень. И в тот день Иран был разрушен землетрясением, а сам Шах тяжело заболел. Могильную плиту вернули обратно. Тайна гробницы Тамерлана в том, что у него великий дух. Не только могилу Тимура нельзя трогать, но и все святые места. Это может разбудить духов мертвых, и мир окажется под угрозой исчезновения. Почему же участники экспедиции все-таки не прислушались к местным жителям и нарушили древнее табу? Чем-то эта могила была важна высшему руководству страны. Все работы велись под контролем Москвы. Без этого просто нельзя было сказать. Если не давалось добро Кремля, не давалось давно высшего правительства, а там они все по иерархии, а так и начать упирали все равно в Сталина. Вскрытие старинных могил в то время было обычной практикой. Рассекреченные архивные документы предвоенного периода показывают, советское правительство не отличалось бережным отношением к историческим захоронениям. В 30-е годы проводилась целая кампания по вскрытию гробниц святых, чтимых православной церковью и мусульманами. Было решено вскрывать большую часть этих мощей святых и их представлять на свет, что называется, на суд божий, на суд человеческий ученым, общественность и так далее. Доказывать, что никакие эти люди все были не святые, все эти мощи ничего с собой не представляют, обыкновенные остатки, в лучшем случае, трупов, а чаще всего это просто какие-то куклы, тряпки набитые и так далее. То есть это была целая кампания по разоблачению вот этих останков. Так было с могилой Сергия Радонежского и многих других почитаемых усопших. Сталина интересовали сильные личности, потому вскрытию и изучению подверглись захоронения Ивана Грозного и потомков Рюрика. Инициатором был всего этого дел Сталин, в частности, потому что ему было в данном случае не только в связи с этими священными останками, которые были, относились к православной церкви, но он разбирался, пытался разобраться вообще со всеми такими, я бы сказал, историческими героями, для которых мог лично дотянуться, более его как бы власть. Прах великих предков изучали лучшие советские антропологи, медики, историки. Среди них был и Михаил Герасимов, который один из первых в мире научился по останкам черепа восстанавливать облик умершего. Он показал Сталину, как выглядели Иван Грозный и Тамерлан. Но к железному хромцу Тимуру был особый интерес. Сталин считал, что у них много общего, даже хромота. Поэтому перед отцом народов не стоял вопрос, вскрывать или не вскрывать могилу Тамерлана. Далее в программе. Почему мертвецы мстят живым? Вероятность апокалипсиса, она стала возможной. Как остановить древнее проклятие? Прах является святым. И восстановить мир. Он приказал вернуть останки на место и восстановить гробницу. Я раскрою все тайны. Пошел второй год войны. Наша страна несла огромные потери. Гитлер рвался к Уралу. И, кажется, никто не знал, как его остановить. На этот счет были лишь догадки. Именно с ними пришел оператор Малик Каюмов к самому Георгию Жукову. Добившись встречи с командующим фронтом, Каюмов рассказал о том, что случилось в Узбекистане в июне 41-го. Сталину о произошедшем в Самарканде докладывал Георгий Жуков. Внимательно выслушав легенду о проклятии гробницы Железного Тимура он немедленно приказал захоронить останки обратно. Браг был погребен с положенными статусу покойного почестями. Усиф Сарионович, он человек в оккультных делах был очень сильно продвинутый. И поэтому он такие вещи воспринимал буквально. И он приказал вернуть останки на место и восстановить гробницу. Тяжелую мраморную плиту опускают на склеп и закрывают под ней останки Тимура. Написал корреспондент Самаркандской газеты «Звезда Востока» 20 декабря 1942 года. Через месяц в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом. Говорят, что перед захоронением останки Тамерлана погрузили на самолет, который пролетел над линией фронта. Так ли это уже неизвестно. Но исход Сталинградской битвы говорит за себя. Это тоже возможно, так сказать, какие-то фантазии, но тем не менее, вот факт о том, что после вскрытия началась война, а после того, как снова вернули, война переломилась в своей тенденции, да? Это факт. Брах Тамерлана вернулся на свое место, война закончилась, но вскрытие гробницы в Самарканде навсегда изменило наш мир. У каждого народа есть такие вот особые запретные зоны. Там живут мертвые, там живут духи. Шаманы считают, что нынешние природные и социальные потрясения в разных странах – закономерный итог того, что в июне 41-го никто не послушал предостережения Аксакалов. И получили то, что мы на сегодняшний день получили. И вероятность апокалипсиса, она стала возможной. Просто руками уже не просто там, скажем, потусторонних сил, а руками просто самого человека. Почему же древние могилы веками хранят в себе зло, угрожающее миру живых? Сохраняется вот эта энергетическая матрица, да? Вот этот, так сказать, какой-то фантом энергетический этого тела. Естественно, он отрицательный, может быть, как у Тамерлана. Может быть, и положительный. Вот вскрыли отрицательный фантом, получили результат. И люди готовы повторять ошибки прошлых поколений. В Новгородской области есть Шум-гора или Большая Сопка. Ее считают самым большим курганом Европы. И по легенде там находится могила Рюрика, первого русского князя. В 2003 году туда отправилась экспедиция из Санкт-Петербурга, которая просканировала курган и подтвердила, что внутри есть пустота. Но вскрывать пока не стали. Документы были отправлены в Москву, была получена резолюция. Все оставить на месте, как было, кабель вернуть на место. Нам второй Тамерлан не нужен. Необдуманные шаги живых могут потревожить силы, с которыми уже не справиться. Нельзя тревожить. Прах тревожить нельзя. Не мы туда его положили, не нам его и беспокоить. Хотите изучать историю, изучайте ее другими способами. Их предостаточно. Потому что прах является святым. Мы вышли из земли, мы в землю ушли, и мы лежим там. И вокруг сохраняется какой-то голографический образ. Не случайно, христианская религия говорит, судный день настанет, и все воскреснут из мертвых. Землетрясение на Алтае, война в Чечне, цунами в Юго-Восточной Азии, трагедия на Гаите, беспорядки в арабских странах, и даже взрывы на Фукусиме. Все это, с точки зрения верования алтайцев, лишь начало грядущего апокалипсиса. Субтитры создавал DimaTorzok